Все мы помним 2011 и 2012 годы, когда были зафиксированы мощные подземные толчки в Кахемском районе. Толчки доходили и до столицы республики. Тогда многим строениям был причинен значительный ущерб. С тех пор в Тувей сейсмологи зафиксировали более тысячи подземных колебаний. Только с начала этого года зафиксировано 11 сейсмособытий. Сегодня в 2 часа ночи на территории Улухемского района зарегистрирован подземный толчок. Землетрясение в этом районе произошло впервые. На территории Улухемского района в 30 километрах северо-восточнее населенного пункта Шаганар произошло сейсмическое событие с магнитудой 4,4, что соответствует сотрясаемости около 2 баллов. В 50-километровую зону от эпицентра попали 6 населенных пунктов, жителями которых в некоторых населенных пунктах слабо ощущались колебания земной поверхности. Незамедлительно специалистами Центра управления в кризисных ситуациях была организована работа 8 оперативных групп по проверке всех населенных пунктов на предмет повреждений и разрушений. Оперативные группы были от МЧС, от администрации Улухемского района, также от администрации всех населенных пунктов. По результату их работы жертв, разрушений и повреждений зданий и сооружений выявлено не было. В 50-километровую зону от эпицентра землетрясения попали населенные пункты Шаганар, села Элихем, Хайракан, Етал и Арыхбажи. Сегодня по указанию комиссии по чрезвычайным ситуациям района были повторно обследования все здания и сооружения всех населенных пунктов, где также определили, что жертв и разрушений нет. Кроме того, были проверены эвакупункты. Эвакупункт есть в каждом населенном пункте. Была проверена его готовность, как сегодня, тоже в светлое время суток, так и в ряде, в ходе проведенных неоднократных учений с начала этого года. Эвакупункт готов к работе. В муниципалитетах республики эвакупункты располагаются чаще всего на базе домов культуры и образовательных учреждений. В Улухемском районе органы местного самоуправления развернули 4 эвакупункта на территории Шаганара. Подземные толчки сегодня спрогнозировать невозможно, поэтому все меры реагирования на эту нестандартную для Улухема ситуацию приняты.